Все, что видите на сцене, что лежит, висит, стоит, все предметы представления, это, знаете, реквизит. В преддверии Дня театра в театрально-концертном центре состоялся показ детского спектакля «Волшебник изумрудного города». При поддержке партии «Единая Россия» члена полицовета Антона Малинина и директора Щелковского театра Светланы Хворовой на спектакль также пригласили особенных гостей, а именно беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, детей и, конечно, их родителей. Хочется, конечно, познакомиться с культурой этого театра. Конечно, очень все красиво. Спасибо за приглашение всем, за то, что приняли нас в Московской области. Очень благодарны. Всех юных зрителей ожидало множество сюрпризов. Это анимационная программа с веселыми танцами и песнями, возможность сделать любимой детьми аквагрим и, конечно, само театральное представление, рассказывающее о девочке Элли и ее верных друзьях. Друзья, смотрите, какие появились зеленые крыши домов и стены, тоже зеленые. Это как он обрадовался зеленому цвету. Дружба побеждает любые какие-то неприятности в жизни, они преодолевают все невзгоды, потому что они вместе, об этом сказка. Вот они вместе и в горе, и в радости, что называется, и в опасности, и поэтому у них все получается. Элли возвращается домой с татошкой. Но и это еще не все. После спектакля для специальных гостей была проведена увлекательная экскурсия по закулисью театра. Ребятам показали, как работает театральная труппа и рассказали секреты мастерства щелковских актеров и режиссеров. Когда они выходят на сцену, они преображаются. И сегодня они могут быть слыми, а завтра они могут быть самыми добрыми или потом самыми веселыми и жизнерадостными. Также для ребят устроили занимательный мастер-класс, где они все вместе смогли смастерить символичную картину сказочного города с парящим над ним голубем мира. Ну а для взрослой аудитории в честь Дня театра на сцене показали уже полюбившийся многим зрителям комедийный спектакль «Он, она, окно и». Это история о помощнике премьер-министра, который пытается в гостиничном номере обольстить секретаршу. Ничего вроде бы не предвещало беды, но неожиданно в самый ответственный момент несостоявшиеся любовники замечают в окне безжизненное тело незнакомого мужчины. Водоворот событий захватывает главных героев, а всех зрителей ждет весьма непредсказуемая развязка. Кто это? Ваше брат! Рама! Руку Толуис сломала, возможно, шею. Весь коллектив театрально-концертного центра «Щелковский театр» поздравили с их профессиональным праздником приглашенные гости. Председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Анастасия Кот вручила сотрудникам почетные грамоты. Продолжение следует...